Продолжение следует... ...конструктивный, очень содержательный характер состоявшихся переговоров, общую нацеленность всех участников на практический результат. Что касается ОДКБ, то состоявшееся обсуждение подтвердило роль организации как ключевого элемента обеспечения безопасности на евразийском пространстве. Но я не буду здесь долго рассуждать на эту тему, все мы понимаем, о чём идёт речь. У нас продолжаются достаточно серьёзные угрозы и с точки зрения наркотрафика. Он, к сожалению, не снижается, а увеличивается по данным международных организаций. Там опи увеличили в Афганистане уже, по-моему, на 18% за прошлый год производство. У нас продолжаются проблемы, далеко не все проблемы решены в области борьбы с организованной преступностью, с терроризмом и так далее. Ну и, наконец, в ближайшие годы, в 2014 году намечается вывод войск из Афганистана, международной коалиции. Это для нас создаёт дополнительные проблемы. Мы все должны об этом уже сегодня думать. На заседании Межгосударственного совета Евразия сконстатировано, что сообщество успешно выполнило свои задачи по продвижению интеграционных процессов. С июля 2011 года полноценно функционирует таможенный союз тройки России, Белоруссии и Казахстана. С начала 2012 года уже действует 17 базовых соглашений, формирующих единое экономическое пространство. Создан и приступил к работе наднациональный регулирующий орган Евразийская экономическая комиссия, к которой переходят функции по дальнейшему углублению интеграции. Евразийская экономическая интеграция – это осознанный, самостоятельный, суверенный выбор каждого из наших государств. Главная задача – сделать всё необходимое для того, чтобы к 1 января 2015 года создать Евразийский экономический союз. В Евразийской экономической комиссии разработан план продвижения к этой цели. Поручили правительствам трёх стран активизировать работу, чтобы к 1 мая 2013 года был этот план правительствами принят, а к маю 2014 года был представлен проект договора на подписание, с тем, чтобы с 1 января 2015 года он начал действовать. Это ответственный этап становления, и он проходит по плану. Мы договорились о наращивании информационной работы по позиционированию комиссии на международной арене. Состоявшиеся сегодня переговоры подтвердили, что многоплановая интеграция на евразийском пространстве, безусловно, набирает обороты. И что самое главное, и на это хотел бы особо обратить внимание, уважаемые дамы и господа, она приносит свои позитивные результаты. За время функционирования Таможенного союза товарооборот увеличился на 10%, а наш товарооборот с внешним миром за это время увеличился только на 4,7%. Разница, как видите, существенная. Но что ещё более существенно и что ещё гораздо более важным является, это то, что у нас гораздо более привлекательная структура товарооборота. Вот в нашем товарообороте, который складывается между тремя странами, доля машин и оборудования достигает 20%, а в структуре нашего товарооборота с внешним миром доля машин и оборудования наших стран в среднем только 2%. Это говорит о том, что мы не только приемлемые, мы наиболее по уровню развития производительных сил, по развитию транспортной инфраструктуры, по кооперации наших крупнейших предприятий, мы являемся очень привлекательными и эффективными партнёрами. Сотрудничество между которыми, безусловно, повышает нашу общую конкурентоспособность. Самое важное наше детище – это таможенный союз, единое экономическое пространство. И мы полны решимости, три президента, сделать всё для того, чтобы это было солидной, настоящей, нормальной организацией, которая будет притягивать всех. Эта организация будет равноправной, добровольной, всё будет решаться консенсусом, ущемления никаких суверенитет и независимости не будет, но мы сами добровольно экономические суверенитеты дали над национальному органу. И мы всецело будем поддерживать. На этом этапе, я думаю, эта организация требует большого внимания, поэтому мы решили специально собираться по несколько раз в год до его становления. И каждое заседание будет проходить в соответствующих столицах трёх государств. Для того, чтобы разъяснить людям, разнотолки всякие вокруг этого много, его надо. Я уверен, что и Европейский Союз, и другие интеграционные объединения заинтересуются, а уже есть интересы, и вот Вьетнам, да и у нас вот государства, которые хотят туда вступить. Мы с белорусской стороны отмечаем, во-первых, ВОДКБ. Да мы сами порой были не очень довольны отдельными направлениями сотрудничества ВОДКБ. И нас подкритиковывали, что мы создали военно-политическую организацию, а это главное направление нашего сотрудничества ВОДКБ. Не имеем некой силовой, военной, чётко определённой составляющей. Так вот, я думаю, особенность сегодняшнего решения как раз заключается в том, что мы не просто акцентировали главное внимание на создании и укреплении военной составляющей этой организации, но приняли абсолютно конкретное решение. Исходя из опыта нашей работы, а мы уже не один год существуем, проводя совместное учение, проводя расчёты на случай вдруг какого-то конфликта в государствах ВОДКБ, мы заметили, что нам надо до 90 суток для того, чтобы сконцентрировать силы для защиты того или иного государства. Мы должны увеличить мобильность наших сил, вооружённых сил, которые переданы в ВОДКБ. И конкретные абсолютно принятые решения по тому, сколько должно быть военно-транспортных, к примеру, самолётов, для того, чтобы мы могли оперативно реагировать на те или иные мероприятия. Это говорю к тому, чтобы вы понимали, что мы даже дошли до конкретики и очень серьёзно занимаемся в силу тех угроз, которые существуют вокруг нас, может быть, и внутри наших государств, мы же не святые в этом плане, для того, чтобы защититься, прежде всего, от интервенций или каких-то конфликтных ситуаций извне. Поэтому военная составляющая, мы как-то очень тихо, спокойно, без предварительного шума в средствах массовой информации приняли очень важный вопрос. Мы в Беларуси это отмечаем. Мы также чётко заявили о том, что мы не собираемся противостоять каким-то блокам, в том числе и НАТО. Но мы исходим из одной концептуальной вещи, что региональная безопасность Евразии в данном случае неделима. И все структуры, которые здесь могут работать на эту неделимую безопасность, должны сотрудничать. Поэтому мы в очередной раз сказали о том, что НАТО и ОДКБ, а я только что сказал, что мощь её всё равно увеличивается с каждым годом, НАТО и ОДКБ должны здесь видеть друг друга, и не просто видеть, они должны сотрудничать, обеспечивая на евразийском континенте мир, покой и безопасность. Что касается экономической составляющей нашего сотрудничества. Во-первых, мы чётко дали понять тем, кто хотел бы вступить в единое экономическое пространство в будущем Евразийский экономический союз. Пожалуйста, дверь открыта, вот документы, вы их принимаете, делаете их законами в своих странах, милости просим, приходите, будем работать и сотрудничать. В этой связи вы знаете, что не только Кыргызстан и Таджикистан проявляют интерес, но и Украина очень интересуются этими вопросами. И я также встречался недавно в Ашкабаде с президентом Украины. Интерес очень большой, но никаких выборочных присоединений к каким-то отдельным документам мы констатировали быть не может. Только ко всему блоку выполнили условия, пожалуйста, приходите, будем сотрудничать.